На 7% дороже стала электроэнергия для абонентов ТОСЕ в Касэнергосбыт. Такую цену на услуги организации утвердили в Департаменте по контролю естественных монополий и защите конкуренции. Сколько теперь будут платить потребители энергетикам, узнавала Александра Солмина. С 1 января тарифы на электроэнергию поднялись. Теперь за 1 кВт в час жители Петропавловска и близлежащих районов будут платить 12 тенге, а 5 отдаленных еще больше – 17. Такая разница обусловлена тем, что в Улихановске, Акжарске, Тимирязевске, Айртаусске и район Шалакына потребляют энергию из Кокшетау, говорят специалисты Департамента по контролю естественных монополий. А рост цен был неизбежен и вот почему. В 2009 году установлены предельные тарифы для каждой энергопроизводящей организации вплоть до 2015 года. Этот год последний. И в этом году этот предельный тариф, согласно постановлению, вырос на 10%. Далее вырос тариф АОКИГОК, далее вырос тариф АОСКРЕК. Исходя из этого, стоимость услуги для абонентов Севказэнергосбыта поднялась на 7%, а для СОЛТУСТЭК ЭНЕРГОРТАЛЫК на 11,5%. Кстати, заявленная организациями цена была в два раза выше указанной, поясняют специалисты. Населению электричество обходится дешевле, чем юридическим лицам. Чаще всего предприятия работают с тарифами по зонам суток. Имеется три зоны. Тариф ночной зоны, дневной зоны и вечерней зоны. Самый дешевый тариф – это тариф ночной зоны. И самый дорогой тариф – это тариф вечерней зоны. С 7 вечера до 11 вечера. Разница составляет почти 9 раз. А вот стоимость энергии для населения зависит от объемов ее потребления. Североказахстанцы, у которых эта величина колеблется до 90 кВт в час, платят за него около 9 тенге. Абоненты второго уровня – 12 тенге, 97 тиин. Третьего – 16 тенге, 22 тиина. Что касается СОЛТУСТЭК ЭНЕРГОРТАЛЫК, то здесь для потребителей первого уровня предусмотрена стоимость 14 тенге, 38 тиин за киловатт. Второго – 15 тенге, 92 тиина. Третьего – 19 тенге, 90 тиин. Александра Салмина, Желдузбек Ермуканов. Новости МТРК.